Школьники села Черновка Амурской области. Новый учебный год начали в теплых классах. В здании с полуторавековой истории наконец-то заменили старые окна на современные. Ремонтные работы были выполнены при поддержке томских газовиков. Это лишь один из примеров социальной работы компании «Газпром Трансгаз Томск». Томичи уже на протяжении нескольких лет восстанавливают в Преамурье дороги, ремонтируют школы, поддерживают детские коллективы и военно-патриотические клубы. Чтобы превратить каждый день в праздник, для этих школьников потребовалось немного. Только заменить старые деревянные окна в их родной школе в селе Черновка. Провести долгожданный ремонт сельчанам помогло общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Томск». Компании активно участвуют в реализации восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Амурская область имеет к программе непосредственное отношение. Здесь проходит значительная часть магистрального газопровода «Сила Сибири» – одного из ключевых проектов программы. Масштабная стройка, начавшаяся в регионе в 2014 году, дала новый импульс к развитию местных территорий. Порядка двух миллионов потрачено в общей сумме. В этом году потрачено полтора миллиона. Выделено школе на благотворительные нужды. Работы практически уже завершены по установке 55 окон. Черновская школа – старейшая в Свободненском районе Амурской области. Сегодня в ней учатся более 200 детей. Почти половину из них сюда привозят на автобусах из шести соседних сел. При школе также действует дошкольная группа детского сада. Это еще порядка 40 ребят. Прогуливаясь по светлым и теплым классам, школьники и учителя теперь с улыбкой вспоминают, как зимой они здесь замерзали. У нас есть обязательная школьная форма, и многие без формы ходили. В штанах, потому что холодно. Заклеивали окна силиконом, пенами различными и так далее. Старались, чтобы дети не сидели ближе к окну, при этом нарушали нормы Санпина. В 2015-м при участии компании «Газпром Трансгаз Томск» в Свободненском районе появилось два новых автобуса для подвоза детей из отдаленных сел в школы. В прошлом году газовики оказали поддержку местному военно-патриотическому клубу. Теперь томичи начали восстанавливать сельские дороги. Соглашение подписано у нас в апреле месяце на 27 миллионов 900 тысяч рублей по пяти сельским советам. В этом году нам удалось одну дорогу в Москвитинском сельском совете восстановить. К ремонту остальных дорог мы приступим на следующий год. Продолжится ремонт и в Черновской сельской школе. Благодаря участию компании «Газпром Трансгаз Томск» здесь заменят еще 28 окон. Елена Нечаева, Евгений Лосинок, Вести Томск, Амурская область.